Город-свалка. Амичи жалуются на кучу мусора на обочинах дорог и во дворах жилых домов. Паблики пестрят гневными сообщениями от пользователей. Люди недовольны работой коммунальных служб. Чиновники разводят руками. Собственники сами виноваты, выбрасывают мусор где попало. Тем временем антисанитария и весеннее потепление грозят городу экологическими проблемами. Слово моим коллегам. Растаявший снег обнажил один из главных недостатков амичей – нечистоплотность. Город утопает в мусоре. Причем бутылки, обертки и бытовые отходы горами валяются как на участках подведомственных администраций, так и во дворах, уборкой которых должны заниматься собственники или управляющие компании. Люди массово жалуются на стихийные свалки, проклинают коммунальные службы и чиновников. Правда, есть и те, кто понимает чисто там, где не мусорят. Да это ужасно. Мало того, что здесь помойка, а еще, знаете, там за милицией тоже бомжи собираются и устроили помойку. И никак не милиция, никто этим не занимается. Хотя бы, хотя бы возмутились. Грязно ходить негде. Ребенка на руках ношу постоянно. Есть вина местных жителей, потому что не нужно выкидывать мусор, где это не положено. Но здесь, насколько помню, раньше была помойка. Ее убрали, где сейчас эти баки. Я не знаю, куда людям нужно ходить. Может быть, поэтому нужно оснащать как-то город мусорными баками. Ежедневно город-миллионник производит около 6 тысяч кубометров мусора. Согласно статистике, на одного жителя Омской области уже приходится в три раза больше отходов, чем на одного москвича. А складировать его некуда. Из 785 санкционированных свалок в регионе лицензировано только 12. Лишь 6 из них занесено в госреестр. Эксперты утверждают, у проблемы объективные причины. Уровень жизни так или иначе растет, следовательно, и количество потребляемых товаров тоже. Основной элемент загрязнения – упаковочный материал. Еще одной проблемой будет то, что мусор начнут сжечь. И начнут сжечь не только листву, но и начнут сжечь тетропаки, начнут сжечь пластик, полиэтилен. Чего тоже не следует делать, потому что продукты горения токсичны, имеют канцерогенный эффект. И в отдаленном будущем могут приводить к онкологическим заболеваниям. Снег тает, и стихийные мусорки грозят обернуться экологическим бедствием. На интерактивной карте свалок проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» отмечено уже два десятка проблемных объектов Омской области. Половина из них находится на территории областного центра. Все Омичи, и не только Омичи жители нашей страны, могут отметить проблемные объекты. Допустим, где-то незаконно сваливается мусор, будь то в больших масштабах, либо это просто коммунальщики не убирают санитарную площадку. По каждому объекту нами ведется работа. По каждому объекту написано обращение в различные, скажем, структуры, органы власти. И, естественно, таким образом мы стараемся влиять на то, чтобы таких объектов не было вообще. Горожанам, недовольным бардаком во дворах, коммунальные службы советуют вразумить соседей. Мол, они-то увозят мусора, а мечи вновь несут его в то же самое место. По информации Омской мэрии, с начала года в городе было выявлено и ликвидировано 530 несанкционированных свалок. Больше всего мусор образуется на территории частного сектора. В департаменте городского хозяйства грозят штрафами. Однако, сколько хомячей уже наказали за это, в ведомстве не уточнили. Как правило, после ликвидации помоек они возникают вновь. Антон Парахин, Александр Руяткин, Артак Мурадян. Новости здесь, Омск.